В поле зрения представителей закона попадают наиболее недобросовестные неплательщики налогов, которые уклоняются от уплата на протяжении нескольких лет и имеют большую задолженность перед государством. Так, в течение текущей недели проводились рейдовые мероприятия по взысканию налоговых платежей. Было выявлено 7 граждан, чей долг, по данным налоговой службы, составил на 1 декабря 2012 года более 70 тысяч рублей. Это лишь одна из причин, по которой граждане, вопреки законодательству, трактуют нормы по собственному усмотрению, вследствие чего не погашают задолженность. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Как показывает практика, эффективность рейдовых мероприятий довольно высока. В 2013 году налоговой службе предъявлено более 1300 исполнительных документов о взыскании налоговых платежей на сумму порядка 10 миллионов. Нам не взыскано за указанный период 5 миллионов рублей налоговых платежей. По данной категории дела, к тому же, произведено 33 ареста имущества должников. В 2013 году 370 должникам ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации. Стоит заметить, что подобные рейды не редкость и проводятся регулярно. В избежание таких неприятных ситуаций налогу инспектора напоминают о сроках погашения налогов и изменениях с 1 января 2014 года. 1 ноября 2013 года у нас истек уже срок уплаты имущественных налогов за 2012 год. Просьба уплатить. С 1 января 2014 года у нас, значит, меняется общероссийский классификатор территории муниципальных образований. В связи, значит, с этим данное изменение, конечно, соответственно, понесет очень большой рост невыясненных поступлений. И если наши физические лица уплатят имущественные налоги до 31 декабря, то, значит, их платежи поступят нормально. В преддверии Нового года представители закона рекомендуют заранее уточнить, не имеется ли у вас задолженность по налоговым и кредитным платежам, а также элементам и жилищно-коммунальным услугам. В особенности это касается граждан, которые планируют встретить наступающие праздники за границей. Узнать о своей задолженности вы можете на федеральном сайте Федеральной службы судебных приставов, непосредственно в приложении Банка данных исполнительных производств, либо обратившись в службу судебных приставов по адресу нефтяников 25А. Ирина Потапова, Артур Мирозагитов. Информационная программа «Ежедневник».